Здравствуйте, это компания InterID. Мы начинаем серию видеоуроков по работе с нашим программным комплексом Union EAM. Эта программа позволит автоматизировать учет имущества, товаров, инструментов, а кроме того она позволит проводить операции по техническому обслуживанию и ремонту и контролировать перемещение объектов. В этом выпуске мы покажем, как в мобильной версии Union, версии для Android-устройств, можно выполнить инвентаризацию основных средств. Отметим, что в Union также доступна инвентаризация номенклатуры, но об этом мы расскажем в следующем выпуске. Чтобы провести инвентаризацию основных средств, запустите Union и в основном меню выберите раздел «Инвентаризация». Инвентаризация в Union проводится на основе инвентаризационных ведомостей. Сейчас перед вами список этих ведомостей. Некоторые из них завершены, некоторые все еще находятся в работе. Чтобы провести новую инвентаризацию, надо создать новую ведомость. Для этого нажмите плюсик в правом верхнем углу. Теперь выберите вид инвентаризационной ведомости. Мы показываем инвентаризацию основных средств, поэтому выберем этот вид. Далее надо указать, с какими объектами учета мы будем работать. Объекты могут быть привязаны к организации, владельцу или материально ответственному лицу, месту хранения. Конечно, все эти данные должны быть предварительно введены в программу. Например, они могут быть импортированы сюда из учетных систем 1С или САП. Итак, выбираем организацию. Пусть это будет наша компания InterID. Для начала работы с ведомостью нажмите создать. Теперь на экране вновь отображается список инвентаризационных ведомостей. Наша новая ведомость имеет статус создан. Чтобы перейти к учету, надо нажать на ведомость. Теперь мы видим список объектов, которые подлежат инвентаризации. Все они имеют соответствующий статус не найден. Начнем их поиск. Union работает со штрих-кодами и с RFID-метками. Поэтому мы промаркировали наши объекты и так, и так. Чтобы выбрать вид считывателя, надо нажать на значок в правом углу. Сейчас это будет RFID-считыватель. При необходимости можно настроить параметры его работы. Например, изменить мощность сигнала. Поскольку RFID-метки можно считывать сразу несколько штук, попробуем учесть сразу все объекты. Нажимаем на спуск и проводим считывание. Как видите, те объекты, что были распознаны с первого раза, имеют теперь статус найден. Остальные объекты мы считаем по отдельности. Инвентаризация по штрих-кодам проводится аналогичным образом. Итак, все объекты найдены и учтены. Инвентаризация проведена. Чтобы закрыть ведомость, нажмите на маленький треугольник и выберите «Завершить». Теперь ведомость имеет статус «Завершен» и ее можно будет загрузить в учетную программу через API или CSV-файл, либо просто вывести данные в виде таблицы Excel. Для синхронизации с общей базой данных откройте боковое меню и выберите пункт «Синхронизация». Подтвердите действие. Для запуска процесса нажмите «Синхронизация». Мы рассмотрели, как в мобильной версии программы Union EAM провести инвентаризацию основных средств. В следующем выпуске мы расскажем о том, как выполнить инвентаризацию номенклатуры. Подробности вы также можете узнать у наших сотрудников. Для этого позвоните или напишите нам. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok